В эфире итоговый выпуск программы Бугинформы. Я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Коротко о главных событиях. Указ президента номер 462 в действии. Областной центр посетили первые туристы в рамках работы безвизового режима на территории туристской рекреационной зоны Брест. Репетиционное тестирование, не выходя из дома, в Беларуси опробуют новую форму проверки знаний – дистанционную. С теплом и заботой для тех, кто их лишен. Праздничные мероприятия поздравления продолжаются в областном центре. Прямо сейчас об этом и не только. Накануне нового года глава государства подписал указ номер 462 об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, согласно которому срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней. Нововведение получило отклик уже в первые дни 2018-го. 1 января город над Бугом посетили первые гости в рамках действия на территории туристской рекреационной зоны Брест безвизового режима. В областном центре их торжественно встретили на станции Брест-Центральный. Почетными первооткрывателями маршрута стали Славомир и Марта Юфи Мук вместе с сыном, второклассником Антонием. Гостей на перроне встречала и съемочная группа нашего телеканала. На часах станции Брест-Центральный 11.32 до заветного времени Х чуть больше 20 минут. Считанные мгновения и к перрону прибывает поезд, в котором едут первые официальные гости туристской рекреационной зоны Брест. Такого внимания к своим персонам Славомир, Марта и Антони Юфи Мук, конечно же, не ожидали. Однако они искренне улыбались, радуясь долгожданному визиту в областной центр. В последний раз супруги посещали Брест около 10 лет назад и уже тогда были приятно поражены красотой города. Как только Славомир и Марта узнали о действии нового режима, незамедлительно связались с туроператорами и организовали себе каникулы по-белорусски. Теперь можно посмотреть на Брест. Мы знаем, что и раньше, и теперь город красивый. А раньше вы бывали в городе? Так как мы видим, но последний раз я 10 лет назад был. Так, так, не было зачем проехать. А как бы так, туристично, то важно тяжело было про визы. Потому что виза была, и с той визой, то так не всегда можно. Только в городе Бресте разработано около 18 маршрутов. У нас достаточно много объектов, которые мы можем посещать в городе. Кроме этого, мы делаем ставку на нашего основного туристического оператора города Бреста, который имеет лицензию. Это Брест-турист, гостиница Интурист, где имеется вся необходимая инфраструктура. Создано специально туристическое бюро. Имеется соответствующий транспорт. Специалисты со знанием польского, немецкого, молдавского, румынского, английского языков. В целях повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры на территории Бреста и Брестского, Пружанского, Каменецкого и Жабенковского районов устанавливается туристко-рекреационная зона Брест, что позволяет гражданам 77 стран посещать ее без визы сроком на 10 суток. Для этого не позднее, чем за 48 часов до планируемой поездки, турист выбирает определенного перечнем туроператора и бронирует поездку. Далее уже с белорусской стороной определяется перечень необходимых документов и вариант маршрута. Семья Юфимук в первый день запланировала для себя гастрономические развлечения, посещение ведущих туристических объектов и шоппинг. Изучая опыт Гродно, без визы, у нас там есть свой филиал, и мы подробно посмотрели, что интересно туристам, очень интересны наши белорусские товары. Если, как вы знаете, наши белорусы везут в Польшу, то сейчас пошла обратная тенденция в Гродно. Очень много покупает наших товаров, белорусских именно. На данный момент 27 туристических операторов региона имеют лицензию на работу в рамках безвизового режима. Сегодня в Бресте и регионе созданы все условия для того, чтобы организовать для гостей отдых с надлежащим комфортом. По итогам 2017 года экспорт туристических услуг для города Бреста составил 3 миллиона 540 тысяч долларов. Безусловно, эта сумма внушительная, и такой город, как Брест, для него это колоссальное вложение в экономику города. Конечно же, с подписанием главой государства этого указа мы рассчитываем на значительный рывок в этих цифрах, которые, возможно, удвоятся, возможно, и утроятся. Сегодня в городе Бресте расположено 20 гостиниц, которые способны принимать до 2000 туристов. Кроме того, на территории рекреационной зоны достаточно много агроусадеб, частных агентств, поэтому здесь мы проблем с заполнением гостиниц не видим абсолютно. Мы готовы принять туриста в любом количестве. Лариса Смолович, Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». На текущей неделе свой профессиональный праздник отметили люди, чей труд по праву может именоваться важным и ответственным. 5 января в Республике Беларусь – День работников социальной защиты. Помощь малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий, пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан. Это лишь некоторые задачи, которые ежедневно выполняют представители этой непростой, но очень благодарной профессии. Накануне в двух районах областного центра прошли чествования самых заслуженных представителей профессии. О тех, кто выбрал для себя дорогу добра – наш следующий сюжет. Открыть сердце и принять чужую боль, как свою такую ответственную миссию, берут на себя люди, связавшие жизнь с социальной деятельностью. Как правило, в профессию эту приходят самоотверженные и искренне преданные делу. Мне нравится приходить на работу, мне нравится посещать, мне нравится общаться с нашими ребятами, мне нравится видеть в их глазах блеск, мне нравится дарить им то, что умеешь сам. Сегодня в системе социальной работы Московского района Бреста более сотни специалистов. Большинство трудится в территориальном центре социального обслуживания населения. В праздничный день самые инициативные и активные были удостоены грамот и благодарностей от руководства учреждения. Работа непростая, особенно с возрастом вы понимаете, что каждый человек приобретает определенные качества, которые в молодости у него не наблюдаются. И вот оказать именно помощь ему не только в том, чтобы принести, допустим, продукты, убрать, а вообще побеседовать с человеком, просто пообщаться. Ведь с каждым возрастом, особенно если человек одинок, общение для него это главное, то, что есть в этом возрасте. Вот для этого у нас наша служба, ну, в общем-то, скажем, и есть. Это поддержка, духовная, материальная поддержка нуждающихся в ней. Общение ждут. То, что как бы могут родные не додать. Потому что у многих, большинства наших подопечных, как бы дети не близко живут, а за границей. Когда приходишь к ним в гости, и они тебе это очень радуются, даже тебя как дочку воспринимают, как у меня половина моих подопечных. Очень приятно, поверьте. Продолжились мероприятия в администрации района. С приветственными словами к социальным работникам обратились представители местной вертикали власти. Сегодня деятельность специалистов в социальной сфере не просто выполнение профессионального долга. Это призвание. Невозможно переоценить труд, нелегкий труд этих людей, потому что именно они окружают любовью и заботой людей с ограниченными возможностями. Тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. И именно благодаря их труду мы доказываем тем, что наше государство имеет социальную направленность. Слова поздравлений в честь профессионального праздника прозвучали и в Ленинском районе города. Специальное мероприятие, участие в котором приняли представители органов власти и депутатского корпуса, состоялось на одной из площадок территориального центра социального обслуживания населения. Территориальный центр Ленинского района и отдел социальной защиты и администрации района в принципе это большие профессионалы, люди с большим сердцем, хочу сказать так, потому что они выполняют свои задачи по зову сердца и стараются делать так, чтобы в нашем районе всем тем людям, которым нужна помощь, они действительно ее получали. В территориальном центре Ленинского района, как и у брестских москвичей, трудится около сотни человек. Большинство из них имеют не один год стажа. В числе опытных Татьяна ЦАП. Без малого два десятилетия Татьяна Олеговна уже отдала сфере социального обслуживания. Женщина уверена, в работе она нашла себя и, несмотря на все сложности, на другую ее не поменяла бы. Человек, профессия, работа можно выбрать, поменять, уйти, но большое счастье и заслуга на всю жизнь профессию найти. Поэтому я так думаю, что я нашла себя в этой профессии. Список услуг, оказываемых центром, расширяется с каждым годом. Увеличивается охват людей, получающих поддержку на постоянной основе. 2017-й был знаковым для учреждения. Открылось отделение дневного пребывания для лиц пожилого возраста. Впервые стали изготавливать и реализовывать продукцию собственного производства. Пополнился штат сиделок. Детально рассмотрен вопрос с помощью семьям. Одним словом, центр развивается и совершенствуется. Мы видим перспективы и уверены в том, что следующий год для нас также будет удачным. И надеемся, что все наши сотрудники, а в первую очередь наши подопечные, будут довольны нашей работой. И только лишь слова благодарности мы будем от них слышать и видеть то, что наша работа им нужна и что мы востребованы. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. В Беларуси будет опробована новая форма проведения репетиционного тестирования – дистанционная. Доступна она будет в феврале в рамках второго этапа опробного экзамена. Нововведение призвано помочь абитуриентам подготовиться к итоговому испытанию. Каким будет второй этап репетиционного тестирования и что нужно помнить абитуриенту 2018-го? Ответы и комментарии в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. В 2018-м второй этап репетиционного тестирования претерпел некоторые изменения. Они коснулись возможности прохождения испытания. Если раньше проверить свои знания можно было только посетив аудиторию аккредитованных вузов, то теперь решать задания можно, не выходя из дома. В феврале на сайте Республиканского института контроля знаний в разделе «Дистанционное репетиционное тестирование» будут размещены варианты тестов по 15 учебным предметам. Причем отдельные дисциплины можно сдать как на русском, так и на белорусском языках. На сайте РИКС будут вывешены тестовые задания, соответственно, решив которые, абитуриент может видеть сразу же свои результаты. Репетиционное тестирование на некотором степени помогает психологически подготовиться к тому, чтобы достаточно успешно сдать экзамен. Естественно, вот эти три этапа, которые мы проводим, они помогают ребятам в своем таком, так скажем, закалиться, что ли, для того, чтобы уже на централизованном тестировании показать свои лучшие результаты. Однако внедрение новинок не скажется на качестве проведения репетиционного испытания в бланочном варианте. Оно по-прежнему будет осуществляться на платной основе согласно запланированному графику. Второй этап репетиционного тестирования, как показывает практика, отличается большей оживленностью. Он собирает тех, кто хотел бы посмотреть уровень и качество своих знаний, а также разобраться с технологией заполнения бланков и формой проведения испытания. Требования, которые будут предъявляться ко второму этапу, как и по следующему третьему, они, в общем-то, не изменяются. То есть, опять же, обязательно наличие паспорта, обязательно наличие оплаты. То есть, соответственно, оплата составляет, еще раз напомню, это 7 рублей за один предмет. Ну и, соответственно, черная гелевая ручка обязательно должна быть в этом наборе. На такие предметы, как физика, химия, калькулятор. Проходит второй этап репетиционного тестирования на протяжении января-февраля. Организаторы пробного экзамена определили даты его проведения таким образом, чтобы любой желающий мог проверить себя и свои силы по отдельным испытаниям. Очередной завершающий этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси в марте-апреле 2018. К другим темам. Забота о юном поколении является одним из важнейших аспектов социальной политики Беларуси. Подтверждает это масштабная республиканская благотворительная акция «Наши дети», которая уверенными темпами шествует в Бресте и области. Вниманием, заботой, добротой и любовью охвачены десятки детских коллективов. Уже более 30 тысяч ребят приняли участие в акции. Накануне подарки от имени президента вручили ребятам, которые вынуждены проводить самые любимые и долгожданные праздники в году в больнице. Сегодня на лечении в Брестской детской областной больнице несколько десятков юных пациентов. Некоторые из ребят все праздники вынуждены провести в палатах медучреждения. В числе таковых шестилетние близнецы Кирилл и Андрей Кононковы. С непростым диагнозом – гемолитическая анемия – мальчишки попали в больницу в канун своего самого любимого праздника. Перед новогодними праздниками попали, к сожалению, в тяжелом состоянии с нашего района в больницу. Попали в реанимацию, к сожалению. Нам оказали, к счастью, хорошую помощь здесь. И уже даже Новый год мы провели здесь, в палате. Отделение включает в себя три достаточно больших профиля. Это дети с кардиоревматологической патологией, дети с патологией почек и дети с патологией крови. К сожалению, болезни не выбирают. И поэтому, учитывая, что некоторые дети достаточно длительно находятся в стационаре, и обострения совпали, так сказать, с новогодними праздниками, поэтому вынуждены проводят праздники у нас в больнице. Так получилось, что на Новый год в нашем отделении было около 30 человек. Чтобы хоть немного скрасить больничные будни, улучшить настроение детворы, поздравить ребят от имени президента Беларуси, пришел вице-губернатор Брещина Олег Величко. Как и полагается, не с пустыми руками. Сладкие подарки, атрибут обязательный. Поздравляли детей, учитывая традиции, с главными персонажами зимних торжеств, Дедом Морозом и Снегурочкой. Представление оказалось лаконичным, однако смогло по-настоящему удивить и малышей, и их родителей. Я могу сказать, как врач по профессии, что, безусловно, хорошее настроение, улыбка, они всегда способствуют быстрейшему выздоровлению, хорошему настроению. Дарить добро надо вообще, как говорится, всю жизнь. Сколько человек живет, он должен приносить какой-то позитив для окружающих. Если все мы будем по-доброму относиться к друг другу, если мы будем уважать друг друга, любить друг друга, то и наша жизнь, она, конечно, будет лучше во всех ее проявлениях. Поэтому это аксиома, которая, наверное, не требует доказательств. 10 января завершающий аккорд масштабной акции. На протяжении месяца Брещина активно участвовала в республиканском благотворительном проекте. В настоящий момент удалось окружить добрыми поступками более 30 тысяч детей. Из многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов, сирот, ребят, отличившихся в учебе. К слову, юные пациенты областной больницы первыми приняли поздравления. В этот же день эстафету новогодних подарков. От президента приняли еще 4 учреждения Брещины. Сегодня 4 учреждения будут посещены. Это детская областная больница, это дом ребенка в Пинске, это Молотковичский дом-интернат в Пинском районе и Кобринский дом-интернат для слабослышащих детей. Благодарность за неожиданный сюрприз, игрушки и сладкие подарки не заставила себя долго ждать. Маленькие пациенты Брестской областной больницы говорили спасибо и поздравляли в ответ. Желали, как всегда, искренне и откровенно самого главного. Большое-большое здоровье. Самое огромное. Чтоб все были здоровы и сильные. Чтоб все-всех слушались и не лугались. Новый год и Рождество – это пора исполнения желания, потому пусть все то, что искренне сказали в этот день, пожелали друг друга участники акции, обязательно сбудется. Мероприятия в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» продолжаются в городе Нанбугом. На текущей неделе маленьких жителей областного центра поздравляли представителей Брестской организации Белорусского союза женщин. Организаторы подарили мальчикам и девочкам, которые борются с тяжелыми недугами, а также их семьям, настоящую рождественскую сказку с фокусами, викторинами, танцами и сладким угощением. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале выпуска. Уже не первый год, в самую волшебную новогоднюю рождественскую пору года Брестская организация Белорусского союза женщин совместно со спонсорами проводит благотворительные мероприятия. Главные участники – дети, которым приходится бороться с тяжелыми недугами, а также их семьи. Такие акции проходят во всех районных городских организациях, и в том числе наша областная организация принимает в них участие. Сегодня мы совместно с городской нашей организацией проводим эту акцию в городе Брест. Сегодня будет 17 семей и 30 детей, которые сегодня рядом с мамами и папами будут накануне рождественского нашего вечера принимать пожелания и поздравления с Новым годом и с наступающим Рождеством. Подарить ребенку праздник – задача несложная, было бы желанием. Организаторы рождественских встреч не первый год доказывают это на практике. С самых первых минут и до конца мероприятия они делают все возможное, дело сказочное, по-настоящему теплая атмосфера. Мы в этих акциях принимаем уже не первый раз участие. На протяжении пяти лет мы участвуем, нас зовут, нам очень нравится. Ребенок вообще всегда в восторге от того, что мы сюда приходим. Нравится все. Конечно, ни один праздник, а особенно детский, не может и не должен оставаться без конфетно-фруктовых угощений и настоящих подарков. Накрывать сладкий стол и собирать гостинцы Союзу Женщин традиционно помогает кафе «Ташкент». В стороне не остается и депутатский корпус. Ежегодно мы принимаем участие непосредственно в таких акциях. Вот уже я на второй акции, уже была у нас одна, вторая, еще перед Рождеством будут две. То есть мы стараемся охватить еще дополнительно все семьи тех детей, которые у нас с какими-то особенностями развития, потому что они тоже наши граждане. Где-то их чем-то поддержать, начиная от настроения и в конце концов какую-то материальную помощь даже оказать вот этим семьям посильную, привлекая и спонсоров, ну и, конечно, и сами лично непосредственно участвуем в поддержании таких семей и детей. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. 7 января весь православный мир отметит самый любимый и волшебный праздник – Рождество Христово. Во всех церквях Брестской области прошли службы, посвященные этому большому и радостному событию. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Бреста совершилось уставное богослужение, которое возглавил его высокопреосвященство Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский. Рождество Христово – значимый праздник для православных, отмечается ежегодно 7 января. Рождеству предшествует 40-дневный пост. 6 января в Православной Церкви отмечают Рождественский Сочельник. В этот день перед Рождеством Христовым, которое наступит 7 января, православные христиане готовятся к Великому Дню. Тысячи верующих в этот день посещают храмы, чтобы приобщиться к волшебству рождения Иисуса, к дарам волхвов и увидеть чудесный свет вифлеянской звезды. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, верные чадо Матери Церкви, в этот радостный праздник Рождества Христова. Мы с вами образы подобия Божия. Мы с вами рождены Господом. Мы посланы на эту землю им, Богом. И сегодня мы встречаем Его в наших сердцах, в наших домах. И, конечно, я верю в то, что каждый из нас готов к этой встрече, что в наше время, время поста, время нашей жизни не проходит даром. Мы делаем добрые дела. Мы стремимся к миру, к терпению, к доброте. Мы стремимся к тому, чтобы от нас исходило добро. Мы стремимся к тому, чтобы побеждать зло добром. И поэтому мы радуемся тому, что Господь зайдет, посетит наш дом и наше сердце, потому что оно приготовлено для этой великой встречи. Я поздравляю всех вас с этим великим событием. Это дорогого стоит, когда Господь, милостивый Бог, всесовершенный и всемогущий, приходит к Своему творению. А творение, то есть мы с вами, люди, должны быть достойны этой встречи. Да будет она всегда в нашей жизни. С праздником Рождества Христова! Желаю, чтобы Богомладенец, малютка Христос, родился бы в сердце каждого из нас. С праздником! Вы смотрели программу «Итоги недели» на Бук-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 20.63.67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании Бук-ТВ.Би-Уай, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 7 января вслед за смещением атмосферного фронта на территорию города Бреста начнет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии. Ожидается облачная с прояснениями погода. В дневные часы синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов выше нуля. Днем станет немного прохладнее. Плюс 3, плюс 5. 8 января погоду в областном центре в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Однако ожидается сильный порывистый ветер переменного направления. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 4 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют от 0 до 2 градусов со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин